Здравствуйте, я хотел сегодня рассказать 15 минут о стимпанке. Сам термин стимпанк происходит от двух английских слов. С одной стороны, стим, это означает пар, с другой стороны, панк, жанр, в котором действует какой-то главный герой, который противопоставляет себя всему обществу, ну, как панки когда-то, да, противопоставляли себя магистральной культуре. Соответственно, это жанр, где действует главный герой, противопоставляющий себя обществу, и действие в романах или играх или фильмах этого жанра происходит, как правило, в эпоху пара, то есть это 19 век, стилизация под викторианскую Англию. Пойдем дальше. Сам жанр стимпанка возник сначала как пародия на другой жанр, киберпанк. Собственно, и тот, и другой жанр были поврождены американскими авторами Гибсоном и Стерлингом. Они сначала написали роман в жанре киберпанка, да, а потом вот как пародию на него написали The Engine Machine, машина различий, роман, который считается первым в жанре стимпанка. Стерлинг, один из основателей жанра, писал так. Я был бы рад, если бы на нее, то есть книгу «Машина различий», не навешивали ярлыки. Я слышал разговоры про какой-то стимпанк, но не думаю, что это приживется. К счастью, Стерлинг ошибался, да, а термин еще как прижился. На самом деле на русском не прижился другой термин, буквальный перевод, парапанк. Я довольно редко слышал, чтобы использовали этот термин. Использовал, как правило, термин стимпанк. Пойдем дальше. Вот, собственно, обложка, да, вот это вот первое издание книги «The Difference Engine». Пойдем дальше. Вот, собственно, машина различий, которая или различительная, или дифференцирующая машина, которая была сконструирована Чарльзом Бэббиджем в XIX веке. Она была, собственно, предназначена для расчета логарифмов достаточно сложных. Сначала логарифмы были посчитаны, потом забиты в перфокарты, забиты в эту машину, и потом она выдавала результаты по подсчету разных логарифмов. Таким вот образом. Однако КПД пара оказался довольно низкий, и машина практически не работала. Тем не менее, как идея, да, она была использована авторами в жанре стимпанка. Собственно, жанр стимпанка, как я сказал, происходит в викторианскую эпоху. Викторианская эпоха – это эпоха правления королевы Виктории. Это с 1837 по 1901 год, да, то есть почти весь XIX век охватывается, да, этим периодом. И это период, когда господствовал пар. Собственно, первую паровую машину изобрели еще в XVIII веке, запатентовали. Но пар фактически начинает использоваться именно в XIX веке и используется примерно повсеместно, до Второй мировой войны. После Второй мировой войны пар был вытеснен двигателем внутреннего сгорания из-за большей эффективности двигателя внутреннего сгорания. Пар давал очень маленький КПД. Так вот, авторы в жанре стимпанка, да, бегут от нашей реальности почти киберпанковой, да, вот в тот мир, где действовал старый добрый пар. Какие атрибуты этого мира? Во-первых, это дирижабли, безусловно, да. И тут довольно своеобразно. На самом деле, эпоха дирижаблей, расцвет эпохи дирижаблей пришелся не совсем на XIX век. Рассвет дирижаблей пришелся как раз на 1920-1930-е годы, до 1937 года, когда Гинденбург разбился, знаменитый дирижабль. Вот, однако дирижабли это почти необходимый атрибут в жанре стимпанка. Вот мне прислали разных фанатских, да, это из игры иллюстрации замечательные, которые как раз иллюстрируют эти вот полеты дирижабля, сделанные просто прекрасно. Другой пример, да, стимпанка, другой необходимый атрибут, это паровоз, конечно, да. Вот это вот первый паровоз, сконструированный тревитиком, да, который едва-едва ездил. Вот, на самом деле паровозы под паром могут ездить довольно быстро, как и машины, они разгонялись больше 100 километров. Но это нужно применять особые технологии. Далее, еще один обязательный атрибут стимпанка – это безумный ученый. То есть стимпанк многих привлекает тем, что 19 век, он очень сильно верил в науку, то есть он верил, что ученые и наука действительно могут что-то изменить. Образ такого безумного ученого часто присутствует в романах, в фильмах. Не обязательно, кстати, ученого, бывает и изобретателя. Обязательно присутствует в продукции такого рода, да, это вот образ такого Николы Теслы, да, от науки, который обязательно что-то изобретет или обязательно придумает выход из ситуации. Это уже примеры, да, образцы того, что дал нам стимпанк. Это серия книг Чайны Мельвеля «Ньюк Робизон», когда он сконструировал фактически фэнтезийный стимпанк. Собственно, мы стимпанк, ну, там есть разные разделения. Часто делим на два таких ответвления. Во-первых, это альтернативный исторический стимпанк, да, когда действие происходит вот в 19 веке, но, тем не менее, там есть какие-то технологии, которые недоступны были реальному 19 веку. Или это фэнтезийный стимпанк, где действие происходит в неопределенной эпохе, может, это средние века, может, это какой-то параллельный мир, и где наряду с технологиями 19 века действуют, например, средневековые технологии, действуют какие-то существа, да, которые вызывают ассоциации с Хоббитами, Гарри Поттером или чем-то еще. Вот как-то так. Ну, собственно, главные продукты, которые дал нам стимпанк, игра Арканум начала 2000-х годов, выполненная в стилистике стимпанка, стимпанка, это, собственно, фанатское уже творчество, как фанаты, да, косплеят стимпанк, тут довольно интересные есть иллюстрации разные, ну, вот, например, такая. Вот. Ну, и, собственно, теперь я хотел остановиться на тех ученых и мыслителях, которые повлияли на стимпанк. В первую очередь нужно назвать Карла Маркса, он, безусловно, повлиял на мир стимпанка. Маркс, который постулировал, да, теорию прибавочной стоимости и один из первых проанализировал, как следует капитализм, собственно, именно в эту эпоху расцвета капитализма стимпанк и действует, да, то есть это эпоха индустриальная, когда индустриализация идет полным ходом, лудит и взрывают машины и так далее. Вот без анализа Маркса мир стимпанка, это не значит, что стимпанковские авторы хоть как-то основываются на Марксе, да ни в коем случае, обычно не основываются, но, тем не менее, без анализа Маркса, без того, что он вывел о капитализме, жанр стимпанка очень сложно представить. Во-вторых, это, безусловно, Чарльз Дарвин. Опять-таки, в первом романе «Машина различий» он, собственно, во многом построен, там главный герой – это палеонтолог, и во многом книга построена на открытиях, которые совершил Чарльз Дарвин. Тут что от Дарвина взято? Во-первых, прогрессизм такой, да, он эволюцию представлял как постепенный, но прогрессивный процесс. Вот этот прогрессизм, безусловно, присутствует в стимпанке. Также уверенность в том, что наука может все объяснить. Ну и в-третьих, вряд ли можно представить стимпанк без Герберта Спенсера. Спенсер, автор печально знаменитого социального дарвинизма, который утверждал, да, что бедные сами виноваты в своей бедности, а богатые молодцы, что они богаты, очень хорошо иллюстрирует нам то, что в мире стимпанка очень серьезные есть социальные различия, да, то есть очень сильна социальная дифференциация с одной стороны. С другой стороны, главные герои очень редко предпринимают что-либо, чтобы эту социальную дифференциацию преодолеть. То есть стимпанк – это не тот жанр, где главный герой будет бороться за счастливое будущее рабочего класса, поднимать революцию или пытаться как-то преодолеть те социальные границы, те социальные различия, которые существуют в этом обществе. Нет, главный герой или силой своего ума разрулит всю ситуацию, да, так как надо, или с помощью плаща и кинжала, потому что, собственно, стимпанк – это еще и авантюристский жанр во многом. С помощью плаща и кинжала каким-то образом, опять-таки, вырулить ситуацию на правильное русло. Идем далее. Я хотел поделиться немного произведениями в жанре стимпанк или косвенно хотя бы имеющими отношение к стимпанку, которые меня когда-либо впечатляли. Во-первых, это аватар «Легенда об Анге». Мне подсказывали, что, собственно, «Легенда о Коре» гораздо больше близка к стимпанку. Тем не менее, я смотрел только первый сезон, поэтому счел некорректным говорить об остальном, о том, что я не смотрел. Там у «Людей огня», как вы помните, я думаю, действуют различные технологии, в том числе там летают дирижабли, есть разные машины. То есть в этом плане оно выполнено в стилистике стимпанка. Затем я фильм вынес в обложку «Лемонис Никит» и «33 несчастья». Тут в жанре стимпанк две, собственно, вещи. Первая вещь – это то, что роман стилизован под викторианскую эпоху. Главный герой очень чопорный, очень вежливый. Они разговаривают друг с другом в тех стереотипах, которые породила викторианская эпоха. С другой стороны, одна из героинь, вот она, девушка, она волосы назад зачесывала, заплетала их резинкой и начинала что-нибудь выдумывать. Она изобретательница, которая как раз в стилистике и в традициях лучших стимпанка может разрулить любую ситуацию, изобретя какую-то машину, которая поможет. Ну и с третьей стороны, граф Олаф, который блестяще был сыгран Джимом Кэрри, это тоже такой махинатор и конструктор разных машин, которые как раз должны лишить детей жизни обычно. Ну и в последних, собственно, «Золотой компас». Роман, а потом и фильм, снятый по романам Филиппа Пулмана. У Филиппа Пулмана очень своеобразная альтернативная фэнтезийная реальность, где одновременно действуют и изобретения стимпанка, там и дирижабли, и паровые машины, и оружие вполне в стилистике XIX века. А с другой стороны, там действуют, например, бронированные медведи, тоже очень даже выполненные в стилистике стимпанка, различные загадочные существа и так далее. Чем же нас привлекает, собственно, стимпанк? Во-первых, это вот этим вот романтизмом XIX века. Уверенностью в том, что любая задача, любой социальный конфликт может быть разрешен. Во-вторых, четкими представлениями о добре и зле. В жанре стимпанк «добро есть добро, зло есть зло». Несмотря на то, что эпоха очень сложная и перемешанная, XIX век на самом деле как раз поставил под сомнение традиционные понятия добре и зле. В самих произведениях жанра стимпанк, как правило, есть четко положительные герои, четко отрицательные герои. Ну и вот эта вся машинерия, все эти заклепки, технологии и так далее, тоже оказались очень популярны. Поэтому киберпанк, как мне кажется, оказался не столь популярен, как стимпанк, который предлагает нам побег из этой реальности, которая окружает нас в реальность романтического XIX века. Читайте, смотрите, играйте в разные произведения жанра стимпанк и не парьтесь. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ